Добрый день! Хочется поздравить вас с тем, что наступила весна. У нас уже окончательно наступила. С наступающим уже завтра женским днём. Пожелать всего самого наилучшего, чтобы наши девушки, девушки, дамы, женщины цвели, благоухали, как весна, и были всегда красивые, со вкусом одеты. Так, а я хочу сделать обзор пальто. Я это обещала сделать девочкам в Инстаграме. Так, хочу сказать, что это пальто я сшила, начинала шить год назад, когда собиралась на фестиваль «Золотой портной» в Астрахани. Но задача эта была невыполнимая, потому что ткань оказалась сложной. Просто запаянным швом её сделать невозможно было. И пришлось на ходу придумывать какие-то технологии. Короче говоря, я не успела к сроку. Шила себе другую полегче из жаккарно пальто. А это осталось висеть. И в этом году я о нём вспомнила. Честно сказать, я о нём забыла. Потом я о нём вспомнила, достала и дошила наконец-то это пальто. И видите, как здорово, когда дошиваешь уже, казалось бы, долгострой. И он оказывается таким приятным. И я так думаю, что это пальто будет у меня любимым. Ткань очень интересная. Она трёхслойная. Я чуть позже покажу, как выглядят эти слои. Значит, сделала я это пальто без подкладки. То есть такое пальто, лёгкое, как кардиган. Обработала изнанку бейкой, которую сделала из этой же ткани, расслойив её. Ну и применила, значит, всё, что можно было выжать из этой ткани, я выжила. Сделала вот такую вот бахрому. Значит, ткань позволяет, вот этот средний слой этой ткани позволяет детали не дублировать. То есть это вот здесь нет никаких дублирующих материалов, ни в карманах, ни в стойке, ни в подборте. То есть сама ткань, как она есть. Здесь такой крой приспущенное чуть плечо. Вточной рукав, но слегка приспущенное плечо. Оверсайз, вот об этом я хочу сказать отдельно, потому что вот это вот лишнее, как многим кажется, лишний объём в оверсайзе, он как раз позволяет свободно двигаться. Очень комфортно, когда здесь есть лишний объём. Ну и вообще этот силуэт, он, мне кажется, уже будет классическим оверсайз, потому что все, кто испытали на себе, как комфортно двигаться в такой одежде, они, конечно, от этого не откажутся. Так, это был купон. То есть, видите, значит, здесь клетка, потом штрихов меньше, меньше, меньше. Здесь, видите, три штриха. Жёлтый, даже жёлтый, красный и розовый, да, даже четыре. Потом идёт три, потом два и потом один. И потом вообще нет штрихов. И вот из этого нижней части или верхней части я сделала рукав однотонный. Ну а остальной вот всё как есть. То есть, это не хватило одного купона этой ткани. Значит, ткань это из магазина Материя Мода. Я не знаю, есть ли она у них, вряд ли. Вот, ну очень, я когда заказала эту ткань, я обратила внимание просто на такую красивую расцветку. Необычное сочетание цветов. И я её предложила своей клиентке, но она не решилась на клетку, не решилась на такие вот яркие цвета. И пришлось, вот не было бы счастья, несчастье помогло. Я оставила эту ткань себе и очень довольна. Вот, смотрите, значит, я что сделала? Сделала такой вот стиль с клапаном, с пояском, да, с этим, с хлястиком на рукавах. И вот такой же вход в карман. Видите, сделала листочку и сделала бахрому. Карман здесь функциональный, обработан чистую. Здесь вискозная подкладка, здесь сама эта ткань, которую я расслоила. Опять же, здесь нет никаких дублирующих материалов. Подборт обработан бикой. Мои любимые кнопки, которые подходят под всё. И каким образом я их пришила, я покажу чуть позже, поближе. Так, что ещё сказать? Ага, значит, что основное то, что я хотела избежать боковых швов. Поэтому краила это без выкройки, сразу на ткани. И здесь нет боковых швов. Поэтому выкройку я вам не могу посоветовать никакую, потому что это моя разработка. Так, что здесь ещё интересного? Не знаю, что рассказать. Рассказчик из меня, конечно, никакой. Так, сейчас я наизнанку выверну. Фотографии на организме вы увидите. А изнанку я вам сейчас покажу, как обработать. Ну вот наизнанку вывернула пальто. Здесь вы можете наблюдать, что вот подборты. Здесь разная бейка, здесь жёлтая, здесь серая. То есть расслоила я вот эту вот полоску. И у меня получилось две бейки. А красную, среднюю, я оставила для других изделий. Ну вот подгибка тоже обработана бейкой. Пройма обработана вискозой, по косой. Карман обработан вискозой, но не по косой, по утку. Вот обратите внимание, ещё горловина тоже обработана бейкой, по утку из вискозной подкладки. Так, ну про объём я вам сказала, что вот этот объём позволяет комфортно двигаться. В спинке именно. Всё основное рассказала. Так, сейчас хочу, пока не забыла, рассказать о том, что у нас сейчас скидки к 8 марта. У нас появился сайт, где вы можете посмотреть подробнее о наших курсах и можете легко оплатить с любой карты. Скидки, значит, у нас до 10 числа. Воспользуйтесь, пожалуйста, потому что цены очень адекватные, а курсы очень информативные и полезные. Так, что ещё я должна сказать? Ну, подписывайтесь на наш канал, делитесь нашими видео с теми, кому это может быть интересно. Учитесь с нами шить. Так, что ещё? Ещё хотела рассказать вам о моём платье, о том, что надо следовать, значит, классике и делать припуски. По бокам сантиметра 3, чтобы потом на пенсии вам пригодилось. Вот я расшила своё любимое платье, которое расшилось лет 10 назад из очень интересного материала. Это натуральный жаккард французский. И чем хорош этот материал? Тем, что у него нет эластана, но из-за своей жаккардовой структуры и из-за того, что это натуральный шёлк, вот очень хорошо садится на фигуру без эластана. И вот что значит качественная ткань. За столько лет я часто его ношу, ничего с этой тканью не сделалось. Так, ну всё основное рассказала. Пальто показала, без подкладки, обработана чисто. Ну, что ещё? И очень интересная ткань. Сейчас я поближе вам покажу, из чего она состоит, эта ткань. Вот показываю, что это за ткань. Смотрите, 3 слоя. Здесь шерсть тонкая достаточно, нежная, здесь шерсть такая же тонкая, нежная. И между этими двумя слоями, третий слой, вот смотрите, легко, достаточно легко они расслаиваются, но тут надо осторожно, чтобы не повредить саму фактуру. Вот смотрите, расслаивается, и тут между ними вот такой вот слой шёлковой шёлка. Вот, очень интересная ткань, мне пригодится то, что осталось, потому что я намерена использовать и вот эту вот бейку где-то. Вот такая интересная ткань, смотрите, здесь очень тонкая леска, которую надо вот периодически подрезать, и дальше она опять легко расслаивается. Очень интересная ткань. Вот это было сюрпризом, то, что вот она такая интересная, я сказала, что мне привлекло, то, что сочетание разное, видите, необычное сочетание цвета, серое, жёлтое, розовое, красное, да, вот это меня привлекло, а потом оказалось, что ещё сама по себе ткань очень интересная, так бывает редко. Так что вот иногда покупки по интернету, ну, у меня не иногда, у меня почти всегда, очень, как бы, приятные. Я редко ошибаюсь, я не припомню, чтобы я что-то заказала, и потом разочаровалась. Может быть, цвет другой какой-то, да, немножко цветопередача не та, но в основном, как бы, мы угадываем хорошие ткани, поэтому я всегда с чистой совестью рекомендую. Где я заказала, уже проверено, поэтому можно смело следовать нашему примеру. Ну, всё, девочки, это у нас замечательная погода, мы сейчас с Анаит отправляемся в город, надену я под это пальто кроссовки, чтобы легко перемещаться, это тоже будет органично и красиво. Вот. Всем хорошего настроения весеннего, мы так рады, что пришла весна, у нас столько идей, такое воодушевление, я надеюсь, что эти идеи превратятся в реальные проекты, и вам желаю того же. Субтитры подогнал «Симон»!